Очень хорошо, потому что давление так сильное против ее, против той страны, что она смогла это сделать, но не делает. Есть такая штука, как территориальная целостная Украина, это такая мелочь. Что ты хотела про Косово сказать? Да, 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 я тоже. Да, но по поводу Косово, Косово получила независимость и это признано почти во всем мире. Они сделали референдум, да? Да, и не было, опять-таки, не было аннексии. Они же провели референдум, но это действительно. Все любят сравнивать и с Косовом, и с Шотландой. Давайте пресечем эти сравнения на корню. Референдум на Косово это возможно, а на Крыме это невозможно. Это двойной стандарт. Речь идет о независимости, а в Крыму речь идет о аннексии. Почему? Нет, а почему? Но кто сказал, кто ввел эту терминологию? Здесь аннексия, а здесь независимость. Почему? Ну, под грошком назови, это присоединение к России, это не аннексия. А Косово присоединение к Америке, это не аннексия? Нет, это независимость. Что, Косово это штат Америки? Это штат вашей базы Бонд Стилл, у ворот которой я был. Это штат Соединенных Штатов Америки? Естественно, вам это кажется чем-то удивительным. О чем говорить? Понимаете, это смешной разговор. Нет. Косово это независимое государство. Это тогда, когда начинают гибнуть люди. Мы находимся в шаге от этого сейчас. Здесь нет ничего смешного. Абсолютно ничего смешного. Точно так же, как ничего смешного не было в момент, когда падали бомбы. Смешно слышать, что Косово это штат Америки. Но смешно. Это не смешно слышать сербам, которые живут в Косово. Да. Я понимаю. А в Шотландии тоже. Речь не идет о аннексии, речь идет о независимости. Это, видимо, слово независимость, которым в Америке принято обозначать аннексию. Почему вам не нравится слово аннексия? Это резко звучит. В Абхазии без проблем тогда для вас? Что? В Абхазии, в Уссети, то есть без проблем теперь. А кто признает независимость? Теперь другая. Это не только независимость. Это, чтобы они должны признать. Потому что это щита белыми нитками. Это понятно, что это... Если западная коалиция не признает, что это государство, то вы не согласны. Нет. Ваша дипломатия заколотила все гвозди в гроб международного права. Мы сейчас доколачиваем гвоздики, сидя здесь. То есть вы говорите, что считать независимость тогда независимость, когда ее признало больше стран. Вот Косово признал ли? Многие. Значит, это независимость. И международный суд. Какой международный суд? Какой международный суд? Есть принцип нерушимости. Принцип нерушимости территориальной целостности. Нерушимости государственных границ. Особенно в Крыму. Я вам напомню, что независимость Косово была провозглашена 17 февраля 2008 года. Вы сейчас что-то хотели объяснить про Косово. Закончите, пожалуйста. Почему Косово это независимость? Объясните мне, человеку, трижды бывавшему в Косово, четырежды. В ноябре я последний раз туда ездил. Почему это независимость? Когда там находится крупнейшая американская база в Европе. Объясните мне, почему, если ни одно решение... База это не аннексия. Послушайте, пожалуйста. Я закончу вопрос, а потом вы ответите на него. Если ни одно решение от так называемой администрации Косово под руководством бывшего боевика Хашима Тачи не принимается без согласования с американскими советниками, находящимися там. Почему это называется независимостью? Объясните мне, пожалуйста, сейчас. А почему это называется аннексой? Это юридически. Нет, нет, это уже не ответный вопрос. Я просто хотела обратить внимание на то, что Россия тоже обращается в международные институты, например, для того, чтобы проверить легитимность действий новой украинской власти. Как ОБС, да? В том числе. Нет, не пропускают ОБС, не пропускают, потому что они увидят российские войска, которых нет. Понимаете, они не хотят, чтобы... Понимаете, когда наблюдатели приезжали в Косово, я исключительно вот к этому хотел бы, к примеру, обращаться. Тоже какие. Нет, они хорошие, замечательные люди, наблюдатели ОБСЕ. Как правило, почему-то международные бригады, наблюдатели эти состояли из ваших сограждан. Или из сограждан... Нет, это международная сила. Хорошо, международная сила, которая устанавливала передатчики на территории Косово. Служила, помогала наводить авиационные удары перед агрессией в отношении Югославии. Именно поэтому к миссиям ОБСЕ в самых разных регионах мира журналисты и люди, которые потом оказываются под бомбами, относятся с недоверием. Я склонен объяснять, я не могу вам дать компетентный ответ, почему миссию ОБСЕ не пропустили в Крым. Я могу предположить, что отчасти причина состоит в том, как ведут себя наблюдатели ОБСЕ в других конфликтных ситуациях. К сожалению, мы наблюдаем то, о чем говорил коллега, постоянно из случая в случае. Из раза в раз мы наблюдаем применение двойных стандартов. Мы наблюдаем ситуацию, когда откровенная военная агрессия называется референдумом, называется независимостью. Когда выворачивается наизнанку международное право. И вам кажется, четким и понятным языком объяснили, что с момента, когда в Киеве к власти пришли, по сути дела, самозванцы, с момента, когда они назвали свой приход к власти на штыках, на дубинках, на бутылках с зажигательной смесью, назвали революцией государство Украины. А не страшно? Не, нормально? Нет. Ну как, серьезно? Это плохой закон. Мы с вами уже обсуждали закон. Закон о языке это спекуляция. Мы видели и мы продолжаем видеть сейчас, что эти люди делают с теми, кто с ними не согласен, с теми, кто продолжает говорить на русском языке. Вам не нравится закон о языке? Хорошо, там можно о чем-то спорить. Почему со всех официальных сайтов новая так называемая нелегитимная украинская власть со всех сайтов государственных структур удалила версии на русском языке? И какие из этого выводы должны сделать жители, скажем, русскоязычного Крыма? Какой вывод? Вводить войска из-за этого? Нет, нет, вы почему отвечаете на мой вопрос постоянно своим вопросом? Ответьте, пожалуйста, вы знаете об этом? Из-за вот этого есть все проблемы? Секундочку, ответьте на мой прямой вопрос. Я прошу прощения, у нас осталось так. С государственных сайтов новой так называемой власти Украины удалены русскоязычные версии этих сайтов или нет? Это мелочь. Подождите, пожалуйста, это мелочь. Это хорошая точка для нашего разговора, это мелочь. Ввод войска это совсем не мелочь. Да, прошу вас, очень хорошо вылезать секунд. Вы не хотите об этом говорить? Баба, по порогу.